Коллеги, наверное, надеюсь, меня слышно. Я думаю, что можно начать наш вебинар по диагностическим особенностям спинальной мышечной атрофии 5Q. Мы говорим здесь именно о 5Q, то есть о одной из форм болезней поражения мутонейрона. Итак, спинальная меотрофия, симптомы, своевременная диагностика. И вот разберем некоторые вопросы, которые затрудняют диагностику спинальной меотрофии. Я достаточно, возможно, сложно подготовил презентацию для пациентов, в какой-то степени для больных. Но я постараюсь все это разъяснить. Ну и для доктора, я думаю, тоже найдут некоторые вопросы интересные в данном аспекте. Итак, я являюсь врачом-генетиком, неврологом и врачом функциональной диагностики. То есть я сертифицирован по этим специальностям. И, собственно говоря, весь цикл обследования пациента могу провести в одном ключе в своих руках. И поэтому некоторые подводные камни разных таких специализаций знаю. И порой мне это, конечно, очень помогает. Я являюсь медицинским, наверное, советником компании Semantic Hub, которая развивает сервисы на базе искусственного интеллекта. И в область интересов попадают орфанные заболевания. То есть оптимизация диагностики и путь пациентов. И работаю вот в здоровом ребенке. В Воронеже. Проживаю в Воронеже. Так, ну и что же? Не хочет листаться. Ага, все пошло. Наследственные заболевания нервной и мышечной системы, чтобы немножко вас ввести в курс дела, что же это такое? Это наследственные формы нервно-мышечных заболеваний к поражениям нервной системы, мышечной, центральной нервной системы. Описано более тысячи локусов. То есть это крайне гетерогенная группа. Гетерогенная – это значит разнообразие. Большое разнообразие данных состояний. И каждая из форм, она не только между своей группой наследственных заболеваний схожа, но и схожа с приобретенными состояниями. И поэтому вот эта выраженная гетерогенность, то есть выраженное многообразие, приводит к крайне сложной выявляемости данных состояний, орфанных состояний. Все, каждая из них встречается редко, и все их знать невозможно, и отличить между приобретенными достаточно сложно. Раньше считалось, что вот наследственные заболевания, рожденные заболевания, наследственные заболевания дебютируют в основном у детей. И поэтому, когда заболевания проявляются у взрослых, у врача, у специалиста и у пациента, даже в голову не приходит мысль о том, что это может быть какая-то форма кинетической составляющей. Но дебют на сегодняшний день уже описан от нуля, условно говоря, от врожденных, даже внутриутробных форм до бесконечности. То есть те, которые заболевания могут дебютировать даже после 80 лет. И это крайне затрудняет дифференциальную диагностику с приобретенными формами. А если мы вспомним, такой есть сайт Global Gene, который пропагандирует по генетическим состояниям информацию и занимается распространением, информированностью врачей и любого специалиста. Они говорят, что каждый десятый на планете Земля в той или иной сентябре имеет орфанное состояние, орфанное заболевание в 80% случаях генетически детерминированное. То есть каждый десятый имеет то или иное наследственное заболевание. Поэтому приобретенные состояния, которые лечатся из года в год с минимальным прогрессированием, не исключено, что это и есть одна из форм каких-то нервно-мышечных заболеваний на рутинном приеме у врача. И, собственно говоря, мы это каждый раз видим. Что же хочется отметить? Что наследственные заболевания нервно-мышечной системы – это, как вы помните, очень гетерогенное состояние, то есть многообразное. Но существуют в этой большой группе частые формы. И их можно пересчитать на пальцах одной руки. Самое важное, самое интересное в данной группе, и это неуклонно радует, но это всегда радует меня. Почему? Потому что частые формы не выявляются тем новым методом, который шагнул в практику генетиков и практику диагностического поиска параклинического метода. Это секвенирование нового поколения. То есть частые формы, которые занимают 90% всех наследственных нервно-мышечных состояний, не видно методом секвенированного поколения. И вы видите на слайде, что самые частые формы – это болезнь Шарко-Марии по суммарной частоте 1 на 1200 встречается. То есть очень частые формы, 70% из которых занимает первый атип. И из этих форм не видно секвенированного поколения, эти первый тип в 95% случаях. То есть для частых форм нужно использовать специализированные методы ДНК-диагностики, чтобы подтвердить. И мы с вами, конечно, на сегодняшний вебинаре рассмотрим, что нас интересует. Из группы поражения мотонейронов – это также большая гетерогенная группа, дебютом от 0 до 75 лет, то есть больше 300 локусов отмечено. То есть больше 300 нозологических единиц. И симптомами основными являются слабость, утомляемость, атрофия, псевдогипертрофия, арифлексия, болевые компоненты, другие симптомы. И вот симптомов у нас десятки, а заболеваний тысячи. И если мы сюда еще приплюсуем приобретенные заболевания, те, которыми приходится дифференциальную диагностику проводить, то все они значительно перекрываются. И выявить нозологическую единицу, конкретную форму, всегда имеет большие сложности. И мы рассмотрим с вами спинальную миотрофию, та, которая является одной из самых частых болезней мотонейрона. Дальше мы с вами посмотрим, что она из себя представляет. И она как раз входит в ту группу частых форм наследственных нервно-мышечных заболеваний, те, которые не верифицируются методом секвенирования нового поколения. Вы знаете, что для проведения подтверждающей ДНК-диагностики необходимо специализированный метод. И, кстати говоря, в большинстве случаев это дешевые методы. То есть они в пределах 3-5 тысяч рублей позволяют диагностировать. Секвенирование нового поколения стоит по 30 тысяч и выше. И поэтому и не выявляет заболеваний. Поэтому неверная интерпретация клинических данных и неверный подход к дифференциальной диагностике с выбором неверного ДНК-теста позволяет обременить и так пациентов, значительно использующих свои финансовые возможности для реабилитации, могли бы использовать. А здесь еще и неверные тесты. И спинальная амиотрофия, как вы видите, не выявляется методом секвенирования нового поколения. Это точно нужно знать, потому что, когда вы приходите к врачу часто на прием, и зная, что в панели секвенирования нового поколения включены гены, как раз ответственные за эти заболевания, которые здесь указаны, они занимают 90-95% среди всех наследственных заболеваний на текущем приеме у рутинного врача, то, видя в заключении секвенирования, что исследуется ген, врач думает, что отправил и исключил данные заболевания. Это не всегда, но бывает так. И поэтому нужно знать не тысячу заболеваний, а всего лишь пять. И одно из которых нужно знать обязательно на рутинном приеме – это спинальная аммиотрофия. И я всегда люблю приводить вот этот сайт, собственно говоря, Вашингтонского университета нервно-мышечных заболеваний, сайт, где позволяет провести такую маршрутизацию своих знаний и представленных симптомов пациентов, и определиться с той или иной нонзологией, и дальше уже разрабатывать подробно методы диагностики и верификации заболевания. Что же здесь указано? Что спинальная аммиотрофия 5Q называется общим таким названием. Это, собственно говоря, не… И вы видите, спинальная аммиотрофия 0, первый тип, второй, третий, четвертый тип. То есть их пять разновидностей, и они еще подразделяются на свои 3А, 3Б. Но, по сути, это одна и та же болезнь с мутациями в одном и том же гене, но разнесенная во времени. И для врачей, для того, чтобы было удобно понимать, для подходов к лечению, для реабилитации, пытаются разделить, ну не пытаются, разделили их по возрасту, дебюту, по прогрессированию заболевания на различные типы, чтобы предсказать те или иные осложнения. И если вы посмотрите, то частота данного состояния составляет 1 на 6000 новорожденных. Это очень высокая частота, хотя это арфанное заболевание, очень высокая частота. Оно является самым-самым частым рецессивным заболеванием среди нервно-мышечных заболеваний, и вторым по частоте среди всех рецессивных заболеваний после муковисцидоза. А вы знаете, что на муковисцидоз проводится скрининг новорожденных, которые выявляют данные заболевания до симптоматики, чтобы в дальнейшем проводить профилактическое лечение. Скрининг возможно. Все данные, еще раз хочу подчеркнуть, которые я здесь представляю вам, это в той или иной степени мое мнение и мое понимание проблемы. То есть это нельзя экстраполировать так, что это истина в последней инстанции. И мое видение, мое понимание, что в ближайшее время, в связи с тем, что есть лечение, появилось лечение патогенетическое, которое может остановить заболевание, то рано или поздно скрининг шагнет в наши рутинные методики и будет направлен на выявление раннего, досимптоматического проявления данного состояния. А вы видите, что, мышку мою видно, вы видите, что частота носительства составляет в популяции 2-3%. То есть в России, посчитанно, Виктория Забленкова проводила исследование и показала, что каждый 36-й носитель спинальной аммиотрофии. То есть это крайне высокая частота события, которое возможно произойти при встрече носителей и появлении данного заболевания. Что хочется отметить? Да, 17 на 100 тысяч новорожденных, это очень высокая частота. И очень интересно, что в России орфанным заболеванием считается заболевание то, которое 1 на 10 тысяч и реже. А это 1 на 6 тысяч. Так орфанное ли это заболевание? Но по орфанным заболеваниям в разных странах считается по разным критериям. Допустим, для Японии, по-моему, 1 на 2,5 тысячи, то есть это по количеству пациентов. 1 на 2,5 тысячи частота. Допустим, в Японии 1 на 1,5 тысячи, по-моему, в Америке. Ну, для средних. Наследственных заболеваний с поражением мотонейронов их большое количество. Но спинальная аммиотрофия, здесь указаны они с того сайта, который я говорил, нервномышечных заболеваний. Дифференциальную диагностику приходится проводить со всеми состояниями. Но, по сути, если есть признаки поражения мотонейронов, то в 90-80% случаев это будет спинальная аммиотрофия. То есть можно вообще больше ничего не знать врачу, а знать только эту болезнь, и отправив на специализированный тест, который выявляет исключительно эту болезнь. По большому счету можно на этом останавливать презентацию. Почему? Потому что все. Больше даже больным, пациентам, если какие-то проявления есть схожие с этим состоянием, то по большому счету вообще больше знать ничего не нужно. Да, как бы вот можно было бы и закончить. Но пройдем дальше. Если вдруг спинальная аммиотрофия не выявилась, допустим, при подозрении имеющихся симптомов, схожих для поражения мотонейронов, то вот эти 10-20% оставшихся состояний, они крайне сложны в дифференциальной диагностике. То есть там затягивается, по моему опыту, диагностика больных на годы. То есть если не поставил сразу, то это будет, как правило, 50% обычно я оставлю до года, то есть в связи с исследованием различных параклинических методов. А некоторым у меня стоило по 5-7 лет. Поэтому если вы пациент или врач, который занимается этими заболеваниями, нужно понимать, что это не одномоментное состояние выявления данных заболеваний. Спинальная аммиотрофия легко, остальные заболевания сложны. Итак, посмотрим, что же нам помогает в параклинических методах, которые позволяют нам провести дифференциальную диагностику или заподозрить данное заболевание. Итак, генеалогический метод. Что же он из себя представляет? Мы рисуем родословную. Здесь нарисованные кружками – это женщины, квадратиками – это мужчины, зачеркнутые фигуры – это те, кто умерли. Ну, это такая родословная, просто нарисованная, не связанная ни с каким состоянием. Но вопрос. Может ли быть это аутосомно-рецессивное заболевание, к которым относится спинальная аммиотрофия 5-ку? Аутосомно-рецессивное заболевание – это тогда, когда страдают два аллеля. Мы получаем с вами от мамы одну половину, от папы вторую половину своего генетического материала. И если оба, мама передала больной ген, и папа передал больной ген, то тогда здорового гена нет, условно, и аллеля. И тогда перекрывать нечем, и заболевание проявляется. Обязательно. В 100% случаев. И получается, что если носители, то есть когда один ген нормальный, а второй поврежденный, то тогда это носители, и они не болеют. И вот таких носителей 1 на 36 у нас во всей России, то есть каждый 36-й, с носительством спинальной аммиотрофии. То есть мы носим, но не болеем. Более того, носительство рецессивных заболеваний, каждый из нас носит порядка 8, ну, может быть, до 10 наследственных заболеваний рецессивных, те, которые не проявляются в разных генах. И поэтому в родословной, если мы посмотрим, никто не болен и никогда не болел. Поэтому приходят и родители и говорят, вот у нас никто никогда не болел. Да большинство случаев таких и есть с наследственными заболеваниями. То есть родители с точкой, вот здесь, как в родословной отмечено, носители, а если они оба передают больные гены, то развивается или разобьется заболевание, то, которое рецессивное, которое они носили и передали 2 больных гена. Если они передали один лишь аллель больной, то опять будет носитель. И в большинстве случаев проявляется заболевание именно в одной родословной. То есть оно как бы у носителей в семье должно горизонтально передаваться. То есть в одной родословной. И мы видим, что здесь примерно 25% пациентов из СИПСов. СИПСы – это братья и сестры, больные. Вот стрелочка указывается пробант. Пробант – это то, от которого пошло обследование родословное. Пробант, кстати, не всегда должен быть больным. Это тоже очень интересный момент, потому что пробант – значит, что точно больные. Итак, но весь вопрос заключается. Если в семье у нас один или несколько всего лишь детей, то риск, который могут передать родители, не риск, а болезнь, которую могут передать своим детям, составляет 25%. То есть в части семей, даже когда носят заболевание, у них детей больных нет. Потому что они просто не передали оба больной аллее. В данной ситуации может ли быть это рецессивное заболевание? Конечно, может. Почему? Потому что родители могут быть носители, и тут нет никакого исключения. Но оно также может, это родословное, быть аутосомно-доминантное, также может быть и митохондриальное, и сцепленное, и вообще может быть ненаследственное, потому что родословное никого больных нет. И это-то и приводит к затруднению в дифференциальной диагностике вообще наследственных заболеваний. А вот такая родословная может ли быть характерна для спинальной амиотрофии? Да, можно было бы интересно знать. Давайте, если меня кто-то слушает, скажите, может ли быть в чате, может быть такая родословная для спинальной амиотрофии? То есть тогда, когда от папы передалось заболевание дочери, ну, по крайней мере, вот мы имеем такую родословную. То есть не по горизонтали передается заболевание, а по вертикали. Может ли? Ну, здесь собрались эксперты одни, даже я не знаю, я очень рад, что действительно отвечают да. Ольга Иванова и Оксана, но я по фамилии, то, что в чате отображается, почему? А вот вам и... Сейчас, подождите секундочку, что-то не переключается у меня. Ага, вот. Это называется псевдодоминантный тип наследования, это редкое состояние, но от частоты носительства такое состояние может встречаться. Или, я как говорю, допустим, если имбретные семьи, если мы рассматриваем состояние, тогда, когда берут в маленьких деревнях, там эффект основателя часто присутствует, когда такие непереезжие уже группы сформировавшихся, небольших деревень, и берут из соседней деревни, ясное дело, что там близкородственный брак очень вероятный. И получается ситуация такая, что больной в данной ситуации, который имеет два аллеля, у больного мы знаем при рецессивном заболевании, два аллеля больных, и он взял себе супругу с носительством данного же заболевания. Тогда, когда у нее один нормальный, один больной. То есть супруг может передать только больной аллель, а супруга может передать только больной и здоровый. То есть 50 на 50 получается псевдодоминантный тип наследования. Но это рецессивное заболевание, и такую родословную мы также можем встретить при спинальном метрофии. Поэтому генеалогический метод в данной ситуации при рецессивных заболеваниях часто нам не помогает. И более того, я вам скажу, что на своем приеме, имея в большинстве случаев, занимаясь я наследственными нервно-мышечными заболеваниями, более 70% семей у меня без родословной с повторными случаями в семье. То есть это один больной приходит и говорит, что у нас никто никогда не болел, но вот кто-то заподозрил наследственное заболевание. Это еще больше осложняет дифференциальную диагностику, потому что мы имеем проблему с верификацией, наследственное это заболевание или ненаследственное. И в более позднем дебюте, и даже с доминантными формами, тогда, когда неомутации происходят. Поэтому это очень-очень сложный вопрос. И хочется отметить, что, когда говорят, приходят пациенты и говорят, да вот у нас никто не болел. Да ничего это абсолютно не значит. Каждый десятый из нас с тем или иным наследственным заболеванием. Каждый десятый. Поэтому про это нужно помнить. И генеалогический метод не всегда нам позволяет расставить точки на дне. Клинический. Про клинический это вообще полный кошмар, но, кстати, он и является ключевым. Если мы имеем проксимальный тетропорез, а мы знаем, что спинальная аммиотрофия, это имеет проксимальный, то есть, я так понимаю, что меня слушают и, может быть, родители пациентов, и, может быть, сами пациенты. Проксимальная слабость, здесь, наверное, вы уже знаете, это лучше всех врачей, но это распределение слабости от торса, ближе к торсам, мышцам, которые... И в эту группу, если попадается проксимальная слабость, что же там может быть? Да кошмар. Там может быть и митохондриальная, и воспалительная, и приобретенная миопатия, и моторно-сенсорная нейропатия, даже с проксимальной... И, может быть, и спинальная аммиотрофия, в общем, бесконечное количество нозологических единиц, с которыми нужно разбираться, и все их, конечно, знать невозможно. Давайте посмотрим проявления при спинальной аммиотрофии первого типа или, как называют ее, Верника Гоффмана. Дебют до 6 месяцев, но вы вспомните, что это заболевание спинальной аммиотрофии 5К, это разнесенное во времени состояние и четко их продифференцировать не всегда возможно. То есть, допустим, эти там пациенты не сидят, не сидят. А если сел, неделю посидел и перестал сидеть, их там начинают делить еще на по типе. Это одно и то же заболевание. И единственное, для чего нужно, чтобы решить вопрос по типам, потому что иногда пациенты спрашивают, а какой же это, первый или второй? Да вообще, это не то, что без разницы, это важно для прогноза, для осложнения решения вопроса реабилитации. Но с разными типами могут по длительности, выживаемости быть в различные группы попадания. Но в большинстве случаев без лечения летальный исход до двух лет, куполообразная деформация грудной клетки практически, ну не знаю, в медицине нет такого термина у всех, но в данной ситуации даже можно сказать у всех. Потом фасцикуляция языка, вот у своих пациентов я всегда находил. Итак, второй тип спинальной миотрофии. Второй тип спинальной миотрофии дебют обычно до 18 месяцев. Синдром вялого ребенка, но все они характеризуются именно гипотонии, поэтому синдром вялого ребенка, конечно, они попадают. А в синдроме вялого ребенка, сколько у нас заболеваний? Бесконечное множество. Поэтому разграничить данные состояния крайне бывает сложно. Даже, допустим, с ДЦП, в ботонической форме. Сухожильная рефлексия не обязательно, но очень часто присутствует. Чем дальше прогрессирует заболевание, тем рефлексы, конечно, попадают. Летальный исход после двух лет, ну до 20 лет, до 15 данных пациентов могут выживать без лечения при правильной реабилитации. И формация позвоночника, ну мы с вами понимаем, если ребенок сидит и выраженная слабость или стоит уже, может стоять, то, конечно, нагрузка на позвоночник при слабых мышцах, она отразительно другая. И что и приводит к деформациям позвоночника. А при первом типе, конечно, нужно учитывать то, что куполообразная деформация грудной клетки и отсутствие, так скажем, активности мышечных, межреберных мышц, и те, которые участвуют в акте дыхания. Если мы не будем на ранних этапах проводить реабилитацию в виде инвазивной вентиляции легких, то есть увеличивать объем грудной клетки, то при росте ребенка, конечно, объем будет развиваться дыхательная недостаточность в связи с тем, что грудная клетка практически не растет. Итак, фоскульпторный тремор, то есть вот когда мы видим, и ребенок берет в руки игрушку, и вот она немножко потрясывается, в связи с фасцикуляциями в конечностях, в конечностях, можем некоторые моменты отметить, но на ранних этапах, конечно, это все сделать сложно. И мы обратимся, вот я люблю нейрофизиологический метод, это мой, так скажем, один из любимых методов для верификации уровня поражения, ну и для всех врачей, но при спинальной аммиотрофии он не такой простой. И для пациентов, я знаю, что в данной ситуации вы слушаете меня и для врачей, еще раз повторюсь, что же такое электромиография? Да, мы берем потенциал мышечного волокна с помощью игольчатой электромиографии, и отображаем на графиках, мы видим поталодвигательных единиц, которые вот на гистограмме распределяются точками, и мы должны набирать неполифазные поталодвигательных единиц, и они распределяются по длительности и по амплитуде. И, собственно говоря, здоровая мышца имеет здоровые мотонейроны, иннервирует мышечные волокна, которые суммарно сокращаются и дают нам такой потенциал. Это норма. И вот на, по крайней мере, приборы нейрософт, они отображаются в таких вот квадратах, это распределение, 75% медиана, наверное, и 50% там, где должны находиться в норме по длительности амплитуды. Что же происходит в премиопатиях? В премиопатиях мотонейрон жив, мотонейрон – это структура единицы, это периферический мотонейрон, находящийся в спинном мозге, который дает свои аксоны к мышцам и иннервирует их, благодаря этому обеспечивает сокращение мышцы, ну и трофику мышцы. И премиопатиях мышечные волокна выпадают, мотонейрон жив, и из-за этого в большинстве случаев уплотняется мышечное волокно, и в конечном итоге что получается? Что облако распределения потенциалов длительных веществ смещается по длительности, укорачиваются по длительности и уменьшаются по амплитуде. Это и является миогенным паттерном. Мейрогенный паттерн. Что же происходит в этой ситуации? Мотонейрон погибает, мышечные волокна, которые он иннервировал, отваливаются от него, и тот мотонейрон, который остался в живых, он берет спраутингом, то есть коллатеральным иннервацию берет на себя мышечного волокна коллатеральную, и из-за этого вот это не идеальное, эти коллатерали, и они, как правило, больше по длительности, то есть импульс доходит до мышечного волокна за определенное увеличение по времени, и оно не всегда бывает стабильным, и облако распределения смещается по длительности, увеличивается и по амплитуде увеличивается, и здесь мы видим четко, что разница просто колоссальна, не вызывает сомнений. Но вопрос, а вот эти вот мотонейроны, которые еще частично, так скажем, вызывают импульсы, уже от которых отвалились мышечные волокна, как же они себя ведут? В общем, вопросов очень много, переход на эти стадии, на терминальные стадии заболевания мы можем получить, поверьте мне, любой паттерн. И вот я вам представляю пациентов, доказанных со спинальной миотрофией, облако распределения игольчатой электромиографии, я всем делал, и что же у нас получается? При первом случае вообще миогенный этот процесс или может вообще не стоять, ведь проксимальная слабость, мы выявляем такие потенциалы двигательных единиц, которые нас склоняют к тому, что это может быть вообще первичные мышечные заболевания, спинальные, во втором случае, все в области, это разные пациенты, и все примерно в одном возрасте проведено игольчатой электромиографии перед проведением ДНК, но это уже было давно. В данной ситуации часть мотонейронов мы видим увеличенные по амплитуде и по длительности, а часть они укороченные и низкая амплитуда, но здесь, кстати, базные есть, которые нельзя исследовать. А здесь не вызывает сомнения, что облако распределения смещено в сторону подозрений на спинальную амплитудрофию, то есть нейрогенный паттерн. Давайте посмотрим на клинических конкретных примерах и, как в моем докладе заявлено, дифференциальная диагностика. И вот посмотрим. Вот девочка 9 месяцев, которая развивалась без задержек, все нормально, стоять уже начала, ходить, и 16 месяцев мы видим, что разительная, проксимальная и даже гистальная тетропорез с воронкообразной деформацией, клополообразной деформацией грудной клетки, дебют до 11 месяцев, синдром вялого ребенка, на иголичной электромиографии нейрогенный паттерн, но креатин фосфокиназа 480 и локтат повышен, интеллект не снижен. У нее что выявили? На иголичной электромиографии. Мы видим, выявили высокие амплитудные соотдвигательных единиц как с максимальных, как и с гистальных отделов, но в части мышцы нормальный паттерн. И провели ДНК-диагностику на спинальную амиотрофию и не подтвердили спинальную амиотрофию. Что же дальше делать? Да, спинальная ли это амиотрофия или нет, но мы с вами посмотрим, что вот как ДНК-диагностику проводим при спинальной амиотрофии, всегда ли мы можем при отрицательном результате быть уверенным, что это не спинальная амиотрофия. На МРТ мышц мы видим, выявили определенный паттерн, который не совсем понятен. Это может быть спинальная амиотрофия, не связанная с геном СМН, или это не спинальная амиотрофия, не 5К, или это врожденная мышечная дистрофия. То есть достаточно сложно диагностировать. Но, зная определенное заболевание, которое очень схоже с этим состоянием, я направил на митохондриальную миопатию. Есть такая ген ТК-2, и у данных центов выявилось заболевание митохондриальная миопатия. Понимаете? Миопатия. И вот есть такая статья, которую мы большим коллективом авторов сделали такую большую работу. Это наследственная болезнь обмена и лаборатория ДНК-диагностики Александра Владимировича Полякова. Спасибо всем за участие. И большой вклад в то, что обследованы были и те пациенты, которые с подозрением на спинальную амиотрофию. То есть те 10%, вы помните, которые попадают и не выявляются заболевания. Вот как с ними быть? Почему я говорю про эту митохондриальную миопатию? Потому что для нее есть тоже лечение. Чем хуже больные со спинальной амиотрофией или с этим заболеванием? Для спинальной амиотрофии есть лечение, и для этой. Поэтому нельзя ни в коем случае пропускать данное заболевание. Потому что оно очень быстро прогрессирует, и дети тоже погибают до двух лет. Если вы отправили на ДНК диагностику и не нашли, нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться, и нужно обязательно решать вопросы по дальнейшей дифференциальной диагностике. Ну, не к сожалению, к моей радости, что я в той или иной степени справляюсь с этой дифференциальной диагностикой. Но можно рассказывать, как и с чем дифференцировать. Это, я не могу сказать, что это бесполезное дело. Нужно настроить у врачей настороженность. Потому что если вы не имеете дела с этим каждый день, то дифференциальной диагностики данных сложных состояний, то невозможно выработать, мне кажется, алгоритм и запомнить все эти формы. То есть нужно на рутинном приеме исключать частые формы, а те, которые в 10% в зону серую попадают, нужно отправлять к специалисту. Итак, спинальная аммиотрофия третьего типа Гильберга-Виландера, но это еще раз подчеркивает одно и то же заболевание, разнесенное во времени. И поэтому очень часто мы можем не различить их по типам достаточно затруднений. И пациентов нужно оценивать конкретные симптомы. И в зависимости, чем раньше начинается заболевание, тем тяжелее оно протекает. И вот, не знаю, может быть, не столько раз первый или второй тип, по большому счету, затруднительно сказать о прогнозе для пациента на дальнейшем. И это заболевание незначительно ограничивает длительность жизни. И чем позже оно начинается, конечно, тем благоприятнее оно течет. Ну вот вам, пожалуйста, да, с чем же мы дифференцируем? Вот прислали ко мне пациента с конечностно-поясной мышечной дистрофией. Гипертрофией. Дебют вы можете посмотреть, что кифоскалиоз, псевдогипертрофия икроножных мышц почему-то отметили. Игульчатая электромиография непонятный паттерн. Креатин фосфокиназа 1700 поднималось. МРТ мышц паттерн тоже непонятный. Отец и мама здоровы, само собой, и при конечностном паттерне. Что же выявлено? Это не я делаю игульчатую электромиографию. Ну, первое, мы видим, что креатин фосфокиназа повышена, а креатин фосфокиназа это мышечный фермент, но это энергетический субстрат для мышечного волокна, для атомомитохондрии. И при разрушении мышечного волокна начинает выходить креатин фосфокиназа из мышцы в кровь. И, так скажем, повышается. Что же мы здесь видим? 1500 при норме 154. Ну, в принципе, можно заподозрить и конечностную поиск на миопатию, несомненно. Мы видим, что здесь миогенный паттерн. Есть что только не делали на ТНК-диагностике, ничего не выявили. И это спинальная аммиотрофия третьего типа. Поэтому дифференциальная диагностика не только с болезнями мутонейрона попадает на спинальную аммиотрофию, но также и в большой группе миопатии. И вот, ну, на самом деле, при спинальной аммиотрофии третьего типа я при третьем типе ни разу не выявлял миогенный паттерн. То есть это нонсенс. Я не знаю, как это случилось, но при пересмотре игольчатой электромиографии там был четкий нейрогенный паттерн. Поэтому есть некоторый, наверное, ну, не то, что субъективизм игольчатой электромиографии, а вопрос интерпретации данных. Это первое. И второе. В зависимости от того, какую вы мышцу берете на игольчатую электромиографию, в зависимости от этого вы можете получить тот или иной паттерн. Поэтому выбор мышцы для игольчатой электромиографии это одно из важнейших аспектов верной интерпретации топики поражения. Вот, больной был прислан с миопатией Дюшена Бекера с подозрением. Ну, кстати, да, через контакт он ко мне обратился. И вот мы с ним попытались довести это дело до конца. Смотрите, креатин фосфокиназа 4 тысячи. МРТ мышц паттерн не совсем понятен. И обследовался он в разных лабораториях, в разных диагностических центрах. И везде, ну, логично, КФК-4 тысячи был заподозрен конечностно-поясная мышечная дистрофия. Делали одно секвенирование, второе секвенирование. Панели, то есть бесконечное проведение и наблюдалось с 2010-2011-2013 года и все время конечностно-поясная миопатия. На МРТ очень интересный паттерн при нейрогенных процессах это МРТ мышц бедер, МРТ мышц бедер и голени. Мы видим здесь асимметрию. И видим диффузный паттерн в определенных группах мышц. Диффузный паттерн. Диффузный паттерн характерен для поражения нейрогенного или неврогенного поражения. Но ряд мышц имеют гипертрофию и увеличение в объеме и сохранность. Это аддуктор Лонгус и короткая головка мышц бицепса. Эти мышцы вообще не видны на МРТ в норме. И вот они увеличиваются практически исключительно при спинальных амиотрофиях. И здесь мы видим, так скажем, асимметрию, что характерно для спинальной амиотрофии. И был он направлен на спинальный. Один единственный тест и подтверждена спинальная амиотрофия. Понимаете? Непростая задача дифференциальной диагностики даже рутинных частых форм. И спектр заболеваний, он разрастается просто до бесконечности. А если это дебют заболевания, то это вообще очень трудно сделать. Что же делать? И если вы видите по рекомендациям европейским, при клиническом подозрении на спинальную амиотрофию, а что такое подозрение? Это проксимальный тетропорез. Проксимальный тетропорез, ну там мы берем первый тип куполообразной деформации грудной клетки. Но неважно, любой паттерн, характерный для спинальной амиотрофии, мы должны делать первым ДНК-диагностику. ДНК-диагностику исключили спинальную амиотрофию, и дальше делаем иголчатую электромиографию, и дальше КФК, и всякие другие состояния. У нас клинические рекомендации были разработаны в 13 августа 2020 года. Я тоже участвовал в этом разработке. И все абсолютно четко сделали. Но если мы не будем вдаваться в подробности, если мы посмотрим именно диагностический алгоритм пациента, который представлен на данной... Определение 7-8 экзона гена СММ. Ноль копий, диагноз подтвержден. Вы помните, что если и леция есть 7-8 экзона, значит диагноз подтвержден. Одна копия проводит секвенирование исследования мутаций, что занимает 5% при спинальной амиотрофии. Бывает, что одна копия дилетирована, а во второй как раз мутацию можно выявить секвенированного поколения. Это всего лишь 5%. И если две копии и кровно-родственное родство очень хорошо учли, замечательно просто, почему? Вы помните, что я говорил, что если это небольшие селения, если, так скажем, в соседних деревень, то как раз это может быть кровно-родственное родство. И у нас в алгоритмах это учтено, а за рубежом этого не учтено. И если секвенирование провели, мутация подтверждена, то да. А если нет, то это другое заболевание. И только потом МЭГ, КФК и всякие другие исследования. То есть алгоритм абсолютно четкий. И если вы посмотрите в алгоритмы зарубежных, да, при спинальной амиотрофии первого типа, второго типа, электромиография, ну, она так же, как и в наших рекомендациях, она не показана. Что же представляет из себя, так скажем, мутация при спинальных амиотрофиях? 95% это занимает, что делеция куска определенного, да, это 7-8 экзона на 5-й хромосоме длинном плече. Почему 5-ку назвали? Как вы думаете? Почему 5-ку назвали? Ну ладно, не будем здесь в чате смотреть, потому что Q это длинное плечо, 5-я хромосома длинное плечо. И 95% одна лишь мутация, которая там стоит, ну, там, я не знаю, 2,5-4 тысячи для того, чтобы посмотреть и подтвердить. То есть, в принципе, даже можно самим пациентам этот анализ в скрининговом режиме проводить, но 4 тысячи это вообще о чем? Это не о чем, да? Конечно, и даже эта сумма могла бы пойти на реабилитацию, но отсрочка по времени имеет катастрофическое значение. Как правило, погибшие мышечные волокна, нейроны, они не восстанавливаются, поэтому время катастрофически значимое. И вот следующие 5% занимают у нас дилеция обязательно на одной хромосоме от мамы или от папы и точковая мутация, которая видна с помощью другого метода как раз секвенирования гена по Сенгеру или секвенирования нового поколения мозга. Итак, 95% я привожу данные медиагентического научного центра, какие прескуранты и какие ДНК диагностики они делают, потому что это референсный центр, это, насомненно, одна из лучших лабораторий, которые проводят тесты, и там работают Виктория Забнякова, она, по-моему, может без ДНК теста все выявить при спинальной аммиотрофии, но это, конечно, шутка, но все она делает, конечно, великолепно. 95% это гомозиготная дилеция, да, если вы посмотрите, вот, к сожалению, мое видео зашевает, то, что здесь есть, это стоит 4600, да, и вы посмотрите, только для больных, 4600, ну, это недорогие, недорогие исследования, 95% выявляют спинальной аммиотрофии, то есть, есть подозрение, сразу пациенты, идите, делайте этот тест, не нужно врачей донимать, ну, не очень хорошее слово, донимать, но, по большому счету, вы сэкономите себе время. Как же вы интерпретировать, смотреть ДНК тесты на, так, мы не успеваем немножко, но я думаю, может быть, организаторы нам дадут немножко времени побольше, если не отрубится у нас с зоной. Итак, как выявлено, то есть, только для больных, и мы видим, что исследуют седьмой, восьмой их зон, и если стоят буковки ДЕЛЕЦИ, ДЕЛ, ДЕЛ, то есть, почему две стоят ДЕЛ, ДЕЛ, потому что от мамы, от папы мы получаем по одной копии, если ДЕЛ, ДЕЛ на двух, то значит, данного пуска ДНК не присутствует, то есть, там ноль. И что же получается, ДЕЛЕЦИ, ДЕЛЕЦИ, седьмой, восьмой экзон, это самые частые, но седьмой экзон деликирован в 100% случаях, а восьмой экзон в 95%. Ну, порядка этого, конечно, цифры можно не акцентировать, внимание на то, что я говорю, но неважно. И здесь мы видим, что восьмой экзон присутствует у пациентов, то есть, СМН написано, присутствует, а ДЕЛ седьмой, это тоже подтверждает заболевание. Все, если это есть, то это заболевание подтверждено. Но вот специалисты лаборатории Центра молекулярной генетики видят даже следующее, то есть, ген, вот мы можем получить и такие результаты, то есть, ДЕЛ с СМН-2, а мы знаем, что СМН-2 при болезни определяет в большинстве случаев тяжесть заболевания. Но в данной ситуации мы видим, что нету ДЕЛ с определяющего заболевания гена СМН-1. А есть ДЕЛ с СМН-2. О чем это говорит? Не о чем, это говорит лишь о том, что это не болезнь спинальной аммиотрофии, а что в данной ситуации при передаче заболевания, если, допустим, не заболевания, а если будут планировать детей, и если будет выявлено заболевание в последующем поколении, но это, наверное, сложно, я его сейчас запутаю, в общем, ДЕЛ с СМН-2 определяет тяжесть заболеваний при наличии ДЕЛ с Гена СМН-1 и при следующих поколениях, ну, не для этого пациента. То есть, для этого конкретного пациента диагноз спинальной аммиотрофии не подтвержден, нужно что-то искать другое. А вот, если мы выявили нормальное состояние для седьмого и восьмого экзона, является ли это заболеванием? То есть, спинальная аммиотрофия исключена или нет? Так вот, нет, заболевание не исключено. Почему? Потому что 5% могут быть носители мутации, источковые мутации, то, что мы рассматриваем. Поэтому, вот первый анализ, он не подтверждает в 100% случаев. А вот этот второй анализ, который позволяет посмотреть число копий, то есть, здесь уже смотрят специальным методом, это либо MLPA, не MLPA, наверное, это, да, MLPA или друг, но неважно, какой метод. Он показывает не качественное наличие мутации и отсутствия, а количественное, то есть, тогда, когда показывают количество копий. И здесь мы видим, что если N копий седьмого, восьмого, экзона ноль, то это заболевание подтверждено. Но здесь сразу смотрят и SMN2, то есть, это сразу подчеркивает, подходит для лечения или нет. Мы знаем, что для лечения сейчас нужно, чтобы было две копии больше, и поэтому здесь сразу указывается и наличие копий гена SMN2, который определяет в большинстве случаев тяжесть заболевания. Итак, если ноль и две копии, это, как правило, первый или второй тип, если три копии, это, как правило, второй и третий тип, но это не обязательно. Конечно, мы смотрим в первую очередь по клинике. А вот если две копии гена SMN1, мы точно говорим, что это заболевание нет, независимо от того, сколько количества псевдогена или гена SMN2, гена выживаемости мотонирона. А вот если одна копия, как раз вот эту ситуацию и не видит тот метод, только направленный для больных, но здесь мы видим, и здесь это может быть что? Это может быть носительство спинальной амиотрофии или болезнь. И вот в данной ситуации это мы как раз дальше и проводим. То есть гетерозиготная дилеция и одна копия гена это равные части. И дальше мы должны что посмотреть? Мы должны посмотреть секвенирование гена и поиск мутации. Только тогда мы сможем исключить данное заболевание. Итак, если ноль копий диагноз подтвержден, если одна копия или две копии, но секвенированием выявлена мутация, то тогда диагноз также подтвержден. Если нет, то в данной ситуации заболевания исключены. Тогда же мы можем определять вот это количество копий генов и для кого оно показано. Так, нам уже нужно заворачиваться. Окей. Для кого оно показано? Это носителям, то есть больным, у которых не выявлено мутация в гомозиготном состоянии, то есть мы можем этот тест провести. Также братьям, сестрам и родственникам пациента с болезнью спинальной миотрофии возможно пренатальное проведение ДНК-диагностики на 9-11 неделе, то есть мы смотрим на, так скажем, у родителей с носительством определили, что они носители, или у пациента, если он болен и в этой семье родители планируют еще детей, то можно предотвратить данное заболевание. Но каким образом? То есть на 9-й неделе делается ДНК-исследование и мы точно знаем ребенок на 9-й неделе болен или здоров. То есть есть ли эти мутации или нет, определяем будет ли он с этим заболеванием или нет. И здесь семья решает оставлять беременность или нет. Но она точно будет знать, будет ли болен ребенок или будет здоров. И здесь так скажем карты в руки именно семьи. И я думаю, что в большинстве случаев возможно, но здесь меня поправят родители, многие бы выбрали именно профилактику возможного прерывания беременности при таком заболевании. Возможно, но это каждый решает сам. И следующий метод, если родители точно знают, что они носители, то можно проведение предамплантационной генетической диагностики, то есть с помощью проведения ДНК-теста зиготи. Вот видим, там 6-я бластоцист, на 3-й, 4-й пазе деления. Бластоцисту одно отщепляют и смотрят, есть ли там мутация в гумазиготном состоянии, если нету, то этот эмбрион подсаживают и тогда гарантированно имеем без этого заболевания эмбрион. То есть можно такую профилактику проводить, но чтобы без прерывания беременности. Итак, как же выглядят ДНК-тесты? Ну, они выглядят следующим образом, то есть вот для семьи, которая хотела провести, я вообще всем рекомендую, в связи с тем, что каждый 36-й носитель, я всем, кто обращается ко мне при планировании беременности, всем рекомендую проведение этого ДНК-теста. И вот в данной ситуации мы видим, что, не знаю, отображается, ага, окей, что на носительство определяют количество копий, мы видим, что в данной ситуации оба родители носят нормальное количество копий гена СМН-1, и значит, это говорит о том, что все дети должны быть без этого заболевания. Ну, тут есть некоторые оговорки, но в 99% случаях это будет здоровый ребенок без спинальной аммиотрофии, ничего более. Вот проведение на 9-й и 11-й неделе беременности исследования в семье с группой риска проведения ДНК-теста. То есть мы видим, что есть больной, который имеет делецию 7-8 экзона, мама с делецией 7-го экзона, а здесь, ну, тут есть некоторые особенности, не буду на них попадаться в подробности, но мы видим, что плод имеет делецию и нормальный ген СМН 7-го экзона. Делецию и СМН-1, то есть плод носитель заболевания, он никогда не будет болен и он будет здоров. Поэтому данную беременность оставляем и 100% что ребенок не будет болен. Так что такая ситуация. Но хочется еще отметить, как раз я ровно уложился практически в час, хочется отметить, что существует бесплатная программа по спинальной аммиотрофии. Вы обращаетесь к врачу, врач регистрируется на специализированном центре по логистической базе и он может отправить бесплатно ДНК-тест на сухих пятнах. Но это именно тот, который для больных. То есть тогда, когда происходит гумозиготная делеция. То есть в 95% случаев с помощью этого теста выявляется пациент с болезнью спинальной аммиотрофии. То есть всех, кто заподозрил спинальную аммиотрофию, сразу отсылаем сюда. Это может сделать только врач и ресурс я вам здесь указал, где это можно посмотреть. Ну, собственно говоря, красные флаги. Ну, давайте разберемся. Красные флаги. Нормальное психомоторное развитие, как правило, до определенного времени, если мы берем нулевой тип спинальной аммиотрофии и куполообразная деформация, это до двух лет дебют, куполообразная деформация грудной клетки не участвует в акте дыхания практически у всех. То есть по крупности шрифта я определил значимую симптоматику. Потеря двигательных навыков, максимальный тетропорез, фасцикуляция языка, деформация позвоночника, болеют мальчики, девочки одинаково. Что же практически всегда исключает спинальную аммиотрофию? Это лицевые мышцы интактны, нормальный уровень КФК и лактат, но нужно отметить, конечно, не в 100% случаях, но если когда мы проводим креокинфосфокиназу и после массажа, то, конечно, КФК будет повышен даже при спинальной аммиотрофии, поэтому если это в обычной ситуации без каких-то внешних воздействий, инфекционных процессов, то КФК и лактат при первом, втором типе в 95-99% случаев нормальный. Если он вдруг повышен, то это сразу ставит под сомнение спинальную аммиотрофию. Отсутствие лицевых, слабости, отсутствие малых аномалий развития, артергриппоз, но здесь вот вопрос, потому что есть тяжелые формы спинальной аммиотрофии с установкой стопы, артергриппозом, поэтому этот вопрос. Но МАГ может быть любой паттерн. И секвенирование нового поколения не видит это заболевание. Запомните это раз и навсегда. Мы сразу отправляем на количество числа копий гена СМН1 и СМН2 и сразу, если выявляется, мы можем сказать, подходит для лечения или нет, сразу можно включаться в лечение. То есть тот бесплатный анализ, он не видит количество копий, поэтому все равно, если вы выявили заболевание, придется этот анализ переделывать. Ну, не переделывать, а смотреть количество копий. При дебюте после двух лет, это нормальное моторное развитие, нормальный высокий интеллект, проксимальная тетрапара, в общем, все то же самое, только разнесенное во времени. Атрофия проксимальных мышц, при позднем дебюте часто асимметрия и фоскуляторный тремор, девочки и мальчики болеют часто. Лицевые мышцы интакты, МГ, ну, в 99% случаях нейрогенный паттерн, креатинфосфокиназа, как правило, меньше тысячи, про лактат никто не знает, но вот своим пациентом, который я проводил, он был в норме, но в большинстве случаев он должен быть норм. Отсутствие малых аномалий развития. Почему я говорю про малые аномалии развития? Потому что есть синдром МВПР с проксимальной слабостью и с проявлением определенных симптомов плюс, микроцефалия, или там гипогонодизм, или наоборот макроцефалия, или там лишний палец, или еще такие, то есть малые аномалии развития тоже нужно. Сегвенированного поколения стенальной метафии 5-ку не видит. ДНК-анализ числа копий определяем, гены СМН1, СМН2, что позволяет сразу определиться так и